В любом случае, если мы видим резкое похолодание, то система отопления будет подключена. Я скажу так, сейчас весь город находится на циркуляции и в принципе, я думаю, в течение одного-двух дней мы сможем оперативно поставить ресурс на квартирные дома. Я сам оченец, я прекрасно ощущаю температуру, которая у меня в квартире, она для меня достаточно комфортная. Существует определенная схема, то есть подключение осуществляется секционно в течение двух-три дней к каждому району, потому что идет наладка гидравлических режимов самой полностью системы отопления. Ну и здесь идет оперативное взаимодействие с управляющими компаниями. Ну в плане того, что где-то стояки завоздушены, где-то необходимо задвижку открыть. То есть здесь я уже подчеркивал, что сам по себе отопительный сезон, после того, как мы нажмем так называемую кнопку в течение двух-трех дней, мы будем осуществлять поэтапное подключение. Первый, второй микроэн, четвертый, пятый, потом у нас ЮВР, старый центр и затем полноцерна. Но здесь я тут же акцентирую ваше внимание, да, вот сейчас все говорят холодно, холодно, да, мы, наверное, забыли о том, что у нас отопление по факту идет, да. И если мы сегодня подключим, а завтра тепло, что нам люди скажут, зачем мы топим улицу? За то, что мы платим. Мы фиксируем достаточно много обращений граждан в начале отопительного периода, не то, что холодно, да, а затем после того, как подключаем, мы начинаем фиксировать обращения граждан, зачем вы подключили, потому что жарко. Видите, погода какая у нас. Завтра, послезавтра 20 градусов, да. Вот сегодня мы запустимся, что нам люди скажут? За что мы платим? Потому что мы платим по факту. В ноябре первые платежи пойдут за тепло, даже если мы запустимся раньше, там платеж за тепло будет несущественный.